Добрый вечер, Кафе Правда. У нас сегодня второй вечер из серии Правда Жизни. Меня зовут Дмитрий Кольцов, это мой коллега Михаил Дьюгин, журналист информационного агентства Акура.ру. Я хочу представить нашего сегодняшнего гостя, представить его ровно так, как он сам себя называет. Это магистра в магии Вуду Антон Симаков. Перед тем, что будет ритуал, у нас будет обязательно ритуал, и все желающие смогут принять в нем участие. У меня вводный вопрос к тебе, поскольку этот проект называется Правда Жизни, я хочу от тебя узнать правду про Вуду, про твое Вуду. Я поднимал, да? Правды нет на самом деле никакой. Когда я делаю ритуал, я практически даже не понимаю, что я делаю. Понимаю это уже потом. Я не знаю, откуда это приходит, куда это уходит. То есть это помогает людям. Если у меня еще плюс к тому же есть хорошая возможность заработать деньги, то нам не плохо. Сейчас нам вынесут разные страшные вещи. Одновременно, наверное, каждому сидящему, даже за каждым столиком, наши официантки прекрасные, предложат глину или пластилин. Вы можете сами выбрать, что вы будете делать, глиной или пластилином, лепить человечков. Поскольку Вуду, ну для меня, по крайней мере, для дипрессионала, это прежде всего куклы. А как соотношатся ритуалы магии Вуду с иголами православия? Я имею в виду скатерти, которые... А скатерти это из набора для покребения, это покрывал для покольника. У нас просто тут нереально найти никакую другую покребальную агребутику, кроме как православную. То есть можно, но это будет очень сложно, очень затратно, клиентов у меня много, а это можно спокойно купить в любой церкви. А это просто покребальная символика. Но что Вуду в первую очередь, это работа с духами умерших людей. Спасибо. Пожалуйста. Он всем рассказал про куклу. Ну вот, на самом деле, классическая такая, каноническая практически кукла Вуду. На самом деле, идеальный вариант, когда кукла сшита. И лучше, если она будет сшита из одежды человека, на которого будет совершено воздействие. Я работаю с воском. Ну, из воска было бы нам тут всем лепить нереально. Это очень такой трудоемкий процесс. Воск хорошо впитывает в себя информацию. Она закладывается во время лепки. То есть через руки вкладывается. Если это приворот, то вкладывается чувство любви. Если это ритуал, допустим, чтобы избавиться от человека, вкладываются где-то другие вещи и так далее. Поэтому я работаю с воском. Это реальная кукла у меня из офиса, она вполне рабочая. Объясняю суть вообще самого. Не то, что ритуала, но сначала нужно сделать. В общем-то, саму куклу. Это не обязательно. Для тех, кто боится испортить свой маникюр, можете как-то ничего не делать. Но кукла будет даже из пластилина. Она будет настоящая. Она будет сделана полностью по технике магии вуду. И вот на данный момент все вспомнили, да, кто будет участвовать в ритуале, какого-нибудь человека, с которым нам что-нибудь нужно. Или мы хотим сделать на него приворот. Или мы хотим, чтобы он отдал нам деньги, вернул. Или мы просто хотим ему отомстить за что-то. Это не важно. Из пластилина нужно просто слепить фигуру человека. И пока будете лепить, надо думать про этого человека, как-то перед собой представлять. И плюс к тому же еще и вкладывать вот эту эмоцию, да, то есть там полюби меня, да, или загнись, или там верни мне мои деньги и так далее, да. Все что угодно. Вот это самое главное. Остальное сделать вот для начала. Я вот вижу, что на самом деле многие относятся скептически. К тому, что ты, Антон, говоришь, а можно себе репутацию испортить? Не маникюр, а репутацию изготовления куклы вуду? Да. Нет. Абсолютно. Да, как бы кто, к чему относятся, мне вот вообще наклевать. Просто я до такой степени уже так давно работаю с этим совсем. Меня давно все знают, и как бы своих клиентов, свою кассу я не потеряю ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах. Вот если нет художественных способностей, и кукла вуду получится такой не очень похожий на человечка. Это нормально будет? Вот, не такой красивый он. Нет, ну руки, ноги, голову, тело, там, это не сложно. То есть она может быть схематичной просто. У тебя какая-то, например, анатомическая здесь. Ну, так я сколько делаю, то уже. Ну, как получится. Скажи, ну вот, когда кукла слеплена, что это значит? Это как бы уже некий образ этого человека, про которого ты думал, пока я ее лепил? Или что-то сделать? Да. Там в идеале на лицо приклеивается фотография человека, приклеивается его лицо. То есть кампас, он соединяется еще сильнее. Вот после чего следует обряд освещения куклы. Скажите, пожалуйста, можно я всем покажу? Да, можно. Замечательная кукла. А кого вы представляли, когда вот ее любили? Мужчину. Мужчину. Ну, спасибо. Сейчас дальше будем делать. Вы же действительно человек публичный. И я во всем этом вижу достаточно много элементов такого шоу. То есть вот, насколько вы шоумен, а насколько вы... Я не считаю себя шоуменом. Если я там, допустим, в своих программах, да, время от времени говорил там, допустим, слово, не знаю, пидорас, или еще что-нибудь там такое, это не значит, что я это делал на публику, чтобы сделать АПДПР, все остальное. Я себя всегда веду просто так, как веду. И у меня нет никакого излишнего антуража. Я не пришел сюда в балахоне там, да, с волшебной палочкой, там чуть-чуть из Гарри Поттера какая-нибудь такая, да, в этом времени. Вот. Нет, я не шоуменом. Просто про магию Вуду в России, особенно на Урале, ну, практически никто ничего не знает. Мне в любом случае приходится как-то, если уж я с этим работаю, выносить это все на публику. А Вуду достаточно яркая антуражная магия, поэтому, в общем-то, может, вот так и воспринимается. Это вот не кафе правда, это кафе ложь. Мне не дали сделать жертвоприношение, я хотел под Галитуалу зарезать курицу, потому что после того, как кукла готова, она склеплена, а ее надо облить кровью жертвоприношения животного. То есть таким образом она как бы впитывает себя в чужую жизнь, она просто оживает. И этого не дали сделать. Смысл не в том, чтобы кого-то зарезать, а смысл в том, чтобы получить результат. Но для этого надо все-таки сделать жертвоприношение. А какое самое большое животное ты зарезал? Ну, у меня были козлы, у меня вообще первый опыт такой был интересный. Я в семнадцать жилет поехали с клиентами на большой ритуал в агород. И там специально перед этим купили беременную козу. Мне нужны были козля. Я до этого даже курицу не резал. Вообще не понимал, как там, и все, что, как делать. Здесь девственник был буквально, да? Да, практически. И все, я справился с этим. Потом пришлось сделать козель кесарево сечения, чтобы вытащить оттуда плоды и все остальное. Это, честно говоря, долго искал, там, где-то будет плацмарин. Это все остальное. Потом пришлось просто тут же снимать шкуру козляток. Они были уже с вагнановашими, с копытами, с ножками. То есть у меня вот эти шкурки с пор дома лежат пергаменты. А у меня вопрос, а в 18-летнем пацана откуда берут клиенты и желающие зомблогов? Вот, вот когда я начинал работать, мама мне всегда говорила, кто нахуй на тебя пойдет? Ты себя в зеркале, блядь, видел вообще? Вот дословно повторяю. Вот абсолютно дословно. Ну, как-то оно само так получилось. Я об этом не думал на самом деле. То есть если я знал, что мне есть, что предложить людям, и знал, что я могу им помочь, все остальное, в общем-то, было неважно. Если бы я был бы чуть умнее, я бы начал поработать лет в 13-е, наверх. Потому что... А когда-то расслучивается тут магистра магии и воду в Екатеринбурге? Ну, так же, как и все остальное. Так же, как и банки, рестораны, капли. И мнение в газетах? Естественно, а кто бы про меня иначе знал. Но потом это уже подключилось, что люди от одного к другому стали передавать. Это понятно. Но реклама, она всегда должна быть. А что бы я сейчас, по-моему, пришел бы? Я слышал слух, что перед открытием карнавала ты там на разных входах зарезал 5 или 7 козлов или хоз. Нет, в карнавале я никого не резал. Резал в другом торговом центре, но я не скажу «корком». Куклы сделали для того, чтобы их как бы оживить. Потом вообще-то тут дофига косточек положили все, я смотрю. Это куриные кости, не переживайте. Я в курсе. Я не тебе. Значит, одну кость нужно ставить просто в грудную клетку. Тоже живой человек помнит. А как? Протыкать или просто печатать? Да как угодно, только поглубже. Вот Светлана старается, очень хорошо получается. Все все сделали? Теперь дальше. У кого гвозди, у кого иголки, у всех там свое, что-то. Значит, суть в том, чтобы воткнуть 7 иголок по периметру куклы. Хорошо. Ой. Ух. Продолжение следует...